привет седьмое окошко нашего адвент календаря узнаете мою любимую мой любимый блокнотику у меня еще не закончился он волшебный бездонный блокнотик насколько в него не пишу все пустые страницы откуда-то появляются сегодня блокнотики сегодня вы продолжаете смотреть видео про ратушу правильно мы остановились на том что мы зашли в коридор городского совета пошли дальше кто же был это такой дядя он был пивоваром он был главным пивоваром на старой мюнхенской пивоварне вот это кирпичное здание через воду от ратуши сегодня там офисы школы помещения для конференций а вообще это старая мюнхенская пивоварня которая все еще варила пиво до 70-х годов прошлого века а во время строительства этой ратуши бюджет у архитектора закончился еще не начинавшись но как обычно деньги собирались с миру по нитке то есть какие-то богатые стокгольмцы вложились какие-то фирмы вложились кто-то давал еду работникам бесплатно не деньгами то есть а товаром ты вот пивоварня присылала каждое утро сюда на стройку лодочки с пивом чтобы бедные раб на строители было им что пить пиво было легкое вот тогда не пили это вообще было до ужаса загрязненная тогда то есть это клоака городская была и вот это был вклад пивоварни в строительство новой ратуши и за это ему нарисовали портрет и повесили его в в том коридоре ему это явно не хотят ну он был против говорят этого поэтому он сидит весь так на этом портрете но но висит и мы о нем теперь помним так мы скоро зайдем в зал заседание городского совета но хочу показать вам еще одну вещь видите женский портрет здесь почти все портреты мужские потому что почти все портреты либо политики либо те кто какой-то вклад внес в строительство здания в строительстве работали женщины правда именно в строительстве работали крайне бедные женщины у которых просто выбора не было они были в основном одинокие матери потому что если у тебя есть муж тебе не всегда работать надо а если у тебя нету ребенка то тебе не надо на такую тяжелую работу идти можно и поменьше заработать одинокие матери теперь эта девушка она как раз была не рабочая которая одинокая мать она была художница майя хвострём и она сделала дизайн почти всех тканей в этом здании она единственная женщина среди главных художников этом здании а те бедные женщины которые здесь работали они в основном носили цементный раствор в ведрах на коромыслах наверх поняли да работа какая и у них было мало денег им платили в три раза меньше чем мужчинам часто платили пивом маслом мукой и крупой и них денег могло хватить там только на одну пару обуви которую они использовали как раз когда работали потому что на стройке то обязан был быть в обуви такие элементарные правила безопасности поэтому они не стоптывали эту обувь свободно от работы время есть фотография если я найду сюда в клею для женщины идут на сёдер мальм вот работница на сёдер мальм естественно потому что вся беднота жила в основном там и несут с собой эту обувь ведут босиком понимаете и это двадцатые годы это двадцатые годы три раза меньше женщины зарабатывали поэтому когда мне сегодня говорят господи феминизм фигня да че уже бороться уж все уже ну все уже одинаковые права боже мой как мы далеки от этого просто не представляете это просто бездна мы в каких-то вопросах да примерно равна у нас право равное но опять же не говорю что мужчина не такие же как женщины то все понимают да что это не так но я про права боги мы вообще еще не там и про это надо отдельное видео делать но поверьте мне за сто лет воздвинулся но только на немножко ладно пока я тут разглагольствую мы зашли в зал заседания городского совет смотрите какой потолок потолок напоминает залах викингов такие балки которые кстати бетонные но покрыты деревянными панелями чтобы их состарить но это главное политическое здание города не страны дать не парламент и здесь как раз как городской муниципалитет заседает 101 член сейчас не буду очень долго об этом рассказывать приходите на экскурсию про политику тогда чуть больше говорим я больше и про потолок рассказываю идем дальше мы сейчас в башне смотрите потолок какой есть 33 метра высотой сама башня 106 метров высотой включая три корона мы проходим как раз через часть которая башня заходим в шикарную французскую комнату в которой кстати проходят бракосочетания но мы здесь не остановимся это я на экскурсиях рассказываю это пожалуй мой любимый зал называется галерея принца очень симметричный зал очень элегантный очень легкий называется он по галерея принца потому что вот эти фрески фрески изображающие стокгольм вдоль всей стены тянутся фрески это работа рук принца евгения или принц эухэн который был младшим братом короля густава 5 во время строительства ратуши это именно в вилле в усадьбе этого принца и есть располагается сейчас его музей который называется вальдемашпильда который я очень люблю я в несколько раз рекомендовала в инстаграме ажи потом подписались на на инстаграм чтобы знать обо всем что происходит в стокгольме принц евгений это отдельная совершенно тема очень люблю я я его обожаю это один из моих самых любимых шведских художников хотя все здесь много разных но вот кто меня знает я люблю двух евгениев эухэн янсон и принц эухэн то есть евгений янсон и или уже наверно правильно говорить и ужин янсон или принца уже не раз видела реакцию что люди заходят сюда и думают какие странные диваны неужели на этом сидят король с королевой есть очень красивая обивка серебряными нитями просто она зачехлена которые чехлы конечно же снимают на нобелевский банкет и на любое другое мероприятие потом рассказал три интересные вещи про лестницу про пивовара и сейчас расскажу про фреску принца евгения так я зашла туда куда обычно людей не заводят эта стена не видно обычно обычным посетителям потому что вот видите я перелезла через вот это но мы ее поставили чтобы туристы не трогали стены я стены трогать не собираюсь смотрите здесь есть одна очень интересная фреска здесь есть фреска с церковью с двумя башнями это церковь хэгалид хэгалид чиркам на сёдер-мальме почему в зале принца элхэна есть еще и фреска с этой церковью потому что эти два здания они побратимо своеобразные они во-первых открылись в течение одной и той же недели в июне 1923 года во вторых они строились в одном стиле в третьих они строились из одних и тех же кирпичей такие большие крупные 7 килограммовые поэтому здесь у нас есть фреска той церкви а там в церкви есть на зайка ратуша вот такое родство а вот и та самая церковь видно из окна две башни две башни на сёдер-мальме это именно она заходим в последний зал золотой зал каждый раз когда я захожу сюда как будто останавливается дыхание от красоты и скорее даже от контраста потому что будь ты где-нибудь в италии в равенне ты ожидаешь такое заходя в церковь правильно а тут ты идешь по ратуши и все такое относительно лаконично и пускай конечно не икея но не буйство знаете красок и материалов и тут заходишь вот в такое челюсть отваливается отваливается я на экскурсиях рассказываю про то что мы видим на стенах про технологию из которой мозаика сделана вам скажу только вкратце что это да настоящее золото очень тонкий слой она под стеклом поэтому то есть мозаичные кусочки они из стекла и золота сделаны поэтому не наскрести на обручальное кольцо но этот зал его надо хотя бы один раз увидеть мне кажется и желательно увидеть его если у вас нету выбора то идите когда получится лучше кое-как чем никак но если есть возможность либо не летом в общем чем меньше народу здесь будет тем лучше поэтому летом здесь очень много народу а тем более летом до 12 до часу дня если у вас есть возможность пойти после 12 в час там в два в три тогда да туда кстати нельзя зайти самим по себе то есть что нельзя зайти как в музей это политическое здание сюда только строго на экскурсию от ратуши вот как те ребята либо со мной у меня есть моя карточка и все больше сюда никак не попасть кроме как на мероприятие например нобелевскую премию получить да вы уже пошли получать ее поэтому если вы идете на экскурсию надо смотреть когда они закрываются потому что не каждый день они открыты там до 4 как обычно иногда из того что есть мероприятие какое-то то они закрываются раньше потому что приоритет все-таки на политическую деятельность здания ничего используется такой масштабный зал это банкетный зал в первую очередь что здесь будет происходить 10 декабря об этом видео 10 декабря в общем ладно я прощаюсь потому что последний зал я иду на выход и хочу вам только сказать что огромное спасибо люди за то что вы пишете то что вы меня обнимаете в комментариях и мне это очень важно и я правда хочу чтобы мой канал вырос для этого мне нужна ваша помощь первый час я стараюсь отвечать на комментарии все всем пока подписывайтесь на instagram приходите на экскурсии пишите мне